Студент-связист Тимофей Пичугин штангу первый раз взял в руки в родном райцентре кошки. Тяжелую атлетику предпочел таким популярным видом спорта, как футбол и хоккей. Чемпион Самарской области ни разу об этом не пожалел. Радуется, когда он покоряет очередной вес и один личный рекорд побивает другим. Вот и на первенстве Самары весовой категории до 55 килограммов Тимофей Пичугин впервые завоевал золотую медаль. С результатом рывок 68, толчок 82 килограмма. Впереди у членов сборной региона областные соревнования и первенства страны. У меня первые соревнования в этом сезоне. И поэтому я, скорее всего, на эмоциях это поднял. То есть я настраивался за неделю до этого и уже был, в принципе, готов к этим весам. Планировал долго, тренировался усердно. И мои тренировки, как сказать, принесли свои же результаты. Еще один самородок Самарской тяжелой атлетики родом из Челновершин. Студент политеха Илья Широков кандидат в мастера спорта. Не раз становился чемпионом области. На первенстве Самара доказал, что в своей весовой категории до 61 килограмма ему пока нет равных. Признается, личные рекорды он ставит на тренировках. Сейчас 93 килограмма рывок и 108 толчок. На соревнованиях поднимает штангу чуть легче, чем в спортзале. Знаете, как говорят, терроратетика не шахматы, тут думать надо. Вот как раз таки да, вот сами соревнования борешься не только с другими участниками, но еще и с самим собой в принципе. Потому что нужно рассчитать не только, сколько тебе нужно поднять, чтобы занять первое место, но еще и свои возможности на то, чтобы это вес поднять. Перевенство Самары по тяжелой атлетике определяло чемпионов и призеров два выходных дня. Количество участников в этом году рекордное. На помост вышло больше полсотни человек. Штангу толкали над головой и юноши, и девушки до 18 лет. Для некоторых спортсменов это был первый соревновательный опыт. Пандемия нам немножко помогла. Ребята соскучились, ребята соскучились, готовы выступать. Парадокс в том, что есть и личные рекорды. Видно по результатам, что ребята выполняют личные рекорды, ставят личные рекорды. Это не может не радовать. Впереди у лучших самарских богатырей областной турнир в феврале. Призеры этого старта и те, кто покажут результат, соответствующий первому разряду, поедут весной защищать честь региона на всероссийское первенство в Старом Осколе Белгородской области. Сергей Кизоркин, Николай Пифанов. События.